А ну-ка Добавил в Майнкрафт 5 абсолютно новых биомов из ваших комментариев И сейчас расскажу вам о них в режиме выживания Привет, я Буреночек И это уже пятая часть рубрики, в которой мы вместе придумываем новые концепты для биомов Количество ваших идей под прошлым видео меня очень удивило Продолжайте в том же духе Поехали Ладно Получив первоначальные ресурсы, я решил отправиться под землю, дабы добыть железо Но вместо него я обнаружил новый биом Это глубинные грибные заросли Безумно атмосферный биом, который придумал Уолтер По-моему в Майнкрафте давно не хватало чего-то подобного Такая себе адаптация грибного острова Только с абсолютно новым светящимся грибом Светлогриб и его большая версия растет по всей территории Этого биома Из данного гриба можно сварить похлебку Которая дает эффект свечения при съедании Это очень прикольно Это хайп, это классная тема Прикольно Способен заниматься торговлей И в целом похож в этом на Пиглина Вот только в отличии от Пиглина Его интересует не золото А самые обычные грибы Которых он живет, блядь? Кроме светящихся Их у него и так целая куча Взамен на грибы иногда он будет скидывать случайные предметы Обычно это что-то не особо ценное Однако порой встречается уникальный лут Это грибная бомба А если точнее, дымовая шашка Прикольно Если представить, что это споры грибов Если представить, что на СП это можно будет фармить То фпсов на СП не будет вообще Вполне логично С помощью этой штуки вы сможете скрыться от совершенно любой погони Вещь однозначно крутая Но, к счастью, не последняя В этом биоме встречается еще два новых синих блока Первый это голубой кристалл Его можно съесть или переделать в красивую лампу А второй такой же голубой кристалл Вам по-не по-майнкрафтовски выглядит, а зачем его есть? Он встречается у здешних озер И его прикол в том, что из него получается сразу голубое стекло Вместе с этим биомом изменения получили светящийся струк Почему из красного песка не получается сразу красное? Да, это не, 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 не Их чернилами теперь можно покрыть шерсть Но сама текстурка синего песка у меня прям что-то прикольное Следнее, что касается этого биома Пошлите дальше До следующего нового биома мне нужно пройти пару тысяч блоков Но оно того стоит Это оливковая роща Любители Греции здесь На самом деле эта идея понравилась мне только названием Поэтому из самого комментария я почти ничего не взял Само собой в этом биоме растут деревья оливки Кликнув костной мукой по их листве на ней вырастут плоды Прикол А чуть позже сами по себе упадут на землю Оливки мы можем съесть или переделать в оливковое масло У этого предмета есть только одно предназначение Но оно безумно крутое Оливковым маслом мы можем смазывать дно лодки После чего она начнет скользить на любых блоках словно на льду Но только на протяжении... Бля, вот это интересная идея Минуты По-моему механика крутая Кстати оливке... Это крутая идея Это не единственный блок здесь Это мрамор Новый строительный блок У него два цвета и целая куча разновидностей Само собой новый биом не мог обойтись без нового моба По идее в этом биоме обязаны обитать гуси Но повторяться не хочется Поэтому вместо них тут живет другая птица Название у нее неудобное, поэтому я буду звать ее голубем Голуби это нейтральные мобы И в случае чего они готовы сразиться с кем угодно После смерти из них выпадают перья С помощью которых можно скрафтить новые штаны Выглядят они очень круто И при этом защищают вас от любых стрел Помимо перья в голуби дают еще и яйца Их можно пожарить и съесть На этом контент в оливковой роще закончился Пойдем к следующему биому Итак, это орлиные горы Достаточно неоднозначный биом У данной задумки нет определенного создателя Что-то подобное предлагала целая куча людей Считайте то, что получилось, собирательным образом Все же помнят эти невероятные горы в саванне Так вот этот биом является по сути их улучшенной версией Здешние горы имеют невероятную высоту и форму Но перед тем, как исследовать вершины этих гор Я предлагаю взглянуть на их подножье Ведь именно здесь растет новый вид еды Это батат Сладкий фиолетовый картофель Растет он исключительно только здесь Тем самым становясь эксклюзивом Его можно запекти или скрафтить варенье Ладно, на самом деле мне уже не терпится забраться на вершину горы Осталось только понять, каким образом я сделаю это Что ж, на этот случай есть решение в виде нового инструмента Его особенность в том, что он работает в руках паре Взял два одинаковых инструмента в разные руки Вы сможете забираться по стенам, словно по лестнице Ну бля... И соединив ее с бутылкой получим рыбий жир Это любимое лакомство всех орлов И именно с помощью него орлов можно приручать Отныне орел будет следовать за вами и защищать вас Однако это далеко не вершина Не, но выглядит очень стильно Из разных видов кожи мы можем скрафтить перчатку С помощью этой перчатки мы можем устроить настоящую орлинную охоту Вы только посмотрите, как круто это выглядит С орлом мы можем атаковать любого моба, даже не дотрагиваясь до него Но это какой-то чит, но выглядит хайпово Хотя в чем разница между собаками? Достаточно просто направить на него орла И он сделает все без вашего участия Причем работает это вне зависимости от расстояния Орел все равно достанет вас Эта механика мне прям нравится Кстати, двух орлов одновременно, к сожалению, взять нельзя Пишите, что думаете по поводу этого биома А я пойду дальше Впереди меня ждет еще два новых биома И вот один из них Это тыквенное болото И тут сюрприз Это первый биом, взятый из моего телеграма Подписчики телеграма проспонсировали два дополнительных биома в видео Подпишись и ты Несложно догадаться, что все это болото покрыто тыквами Некоторые из которых имеют очень необычные горизки Класс, ну это здорово, это важно Помимо самих тыкв, в этом биоме встречается кукла Вот это клево, я бы хотел бы такое О бедназначении поговорим позже А сейчас взглянем на это дерево Это новое сухое дерево Его особенность в том, что оно полностью мертвое Из него нельзя сделать вообще ничего Оно годится максимум в качестве топлива Пройдя глубже в болото А, и все, я думал, что-то может интересное Я нашел непонятную штуку Кликнув по ней костной мукой, она начала расти А позже и вовсе расцвела и выпустила ядовитый газ В общем, штука странная Само собой, такой биом не мог обойтись без нового вида лягушек Здесь они красные и очень красивые Свой жабосвет у них, кстати, тоже есть Не вижу смысла зацикливаться на лягушках Здесь водятся куда более интересные звери Дождавшись ночи, мы можем лицезреть настоящую царицу болота Вороны это пугливые птицы В обычное время они обитают на огородах с тыквами Но только на тех, где не стоит пугало Вороны слишком сильно боятся его Я бы тоже такого боялся Любимое лакомство всех ворон это тыквенные семена С помощью них ворону можно приручить Все, что для этого нужно, это позволить вороне съесть ваши семена Прирученная ворона это не... Девочки, если кто-то хочет съесть мои семена Невероятно полезный моб Во-первых, они умеют сидеть на плечах, словно попугайчики А во-вторых, ворона это автоматическая сортировка предметов Она будет носить в сундук только тот предмет, который находится в рамке на нем Правда, иногда могут случиться сбои в системе Если механика сортировки предметов с помощью ворон кажется вам слишком сложной То в этом биоме есть решение и для вас Учитывая бесконечные попытки разработчиков добавить в Майнкрафт хоть какого-то голема Я не удивлюсь, что в следующем голосовании появится и пшеничный Специализируется этот голем только на огороде Он будет приносить абсолютно любой выросший посев в сундук Если сделать целую кучу таких големов Вообще прикольно Вообще забавно Последнее пожелание зрителя заключалось в кукурузном поле Поэтому я также добавил его Кукуруза хай Собрав кукурузу, мы можем скрафтить кукурузный хлеб Ну или пожарить попкорн В целом этот биом мне более чем понравился Впереди остался самый последний биом У зрителей Это виноградная роща Лайтовый биом взятый из телеграма Весь биом усеян растущим виноградом Растет он на подобных штуках Его мы можем собрать и просто съесть в обычном виде Согласитесь, это достаточно скучно Вместо этого давайте добавим несколько видов алкоголя в игру 7+. Да, Настасья Ладно, на самом деле механика интересная Для создания вина нам потребуется Ну он это из мода взял, это все из мода Скрафтив его из дерева, мы можем насыпать внутрь винограда А позже начать усердно прыгать на нем До тех пор, пока виноград не станет жидкостью Эту жидкость мы должны набрать в бутылку Кстати, текстура как из того мода Может он просто этот мод поставил и все? Получив вино После выпивания вино дает насыщение и поглощение Хотя должно давать отравление и слабость Вино мы можем скрафтить и на верстаке Но при этом винограда тратится больше К счастью, виноград это не единственное, что есть... Не, мне нравилось в моде то, что вино надо отстаивать, зажидать, пока оно там... В том биоме Вы только гляньте на эту милую ящерку От людей она всегда убегает А при опасности тут же сбрасывает свой хвост Его мы можем добить, пережарить и съесть При этом у ящерки позже вырастет новый хвост То есть это первый моб, которого мы можем съесть, при этом оставив в живых Это реально очень круто Далее посреди виноградника я нашел разрушенный дом Внутри которого лежал новый инструмент Коса это, наверное, самый ванильный инструмент за видео С помощью нее мы можем быстро собрать большое количество посева А учитывая, что огород при этом сразу засаживается, это очень удобно Последний биом подходит к концу За сегодня мне больше всего понравились грибные заросли Я бы реально добавил их в Майнкрафт Игрок, а спой герой повести Трудно быть богом, не зная неровности Не осуждая чужие оплошности Каждый из нас имеет наклонность Кристаллы, запивы, ублюдки Штрафы малы, ты уплатишь за сутки Но Гена не спит ни минутки Ты будешь забаняться, свои проступки Белые ночи, дворы покаяния Ты достоин всего, кроме внимания В жизни так много пустого страдания Как после бана за мозга ебанья А вот наступила кровавая ночь По головам баны сыпятся прочь Прости мой холм и не смогу помочь Собирай резцы и в ночь куволочь